Ивановская область в числе лидеров по количеству пожаров на автотранспортных средствах. Сотрудники МЧС совместно с Движением автомобилистов и Межрегиональным транспортным профсоюзом сегодня обсуждали причины и пути решения этой жаркой проблемы. Из 506 пожаров, произошедших на территории Ивановской области, в 83 случаях пожар произошли в автотранспортных средствах, что составляет 16% от общего количества пожаров. Основной причиной пожаров явились поджогы в 32 случаях, в 15 случаях неисправность элитопроводки, в 11 случаях неисправность узлов и механизмов транспортных средств, в одном случае несторожность при курении и 24 случая занос отрытого источника огня. Чаще всего причиной возгорания автомобилей является поджог. Предотвратить их сложно, но в критической ситуации возможно. В администрацию города Иваново мы обращались с просьбой организации непосредственно стоянок. Ну, стоянки у нас есть, организации видеонаблюдений на стоянках, в тех районах города, где большое количество транспорта скапливается в ночное время, в жилых домах, вот такое. И еще у нас был вопрос об организации дежурства среди автолюбителей. Но это очень проблематично сделать, потому что у нас люди как бы не больно идут на контакт для организации дежурства в тех районах города, где очень случается, у нас очень много поджогов от автотранспортных средств. Помимо чужого умысла, основной причиной загорания транспорта является неисправность проводки. Чтобы средство передвижения не вспыхнуло как спичка, необходимо соблюдать меры безопасности. Следить за исправностью автомобиля, вовремя проходить техосмотр. В последнее время действительно очень много автомобилей стало появляться, во-первых, из Прибалтики, из Японии везут у нас распилы, так называемые, привозят у нас через дальневосточные порты. То есть все эти автомобили, они, как правило, как называют, конструкторы. То есть они собираются из запасных частей двух, трех и более автомобилей в целом. Внешне она выглядит, как довольно приличный автомобиль. Но при этом надо понимать, что, опять же, ту же электрику, всю электронику и так далее, настраивается, она все устанавливается, все это в кустарных условиях. Конечно, здесь говорить о какой-то соблюдении техники безопасности, которая положена на заводе, там на том же японском, ну, наверное, не приходится. В каждой машине обязательно должен быть огнетушитель, объемом не менее двух литров. Лучше углекислотный. Чтобы уж если возгорание произошло, его удалось потушить с наименьшим ущербом. Для себя и окружающих. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.